Вот эта линия, которая проходит через центр, называется, естественно, линия центра, а вот эта называется общая корня. Так вот, задача. Докажите, что линия центра перпендикулярна общей корня и делит общую корню пополам. Это совсем просто? Между прочим, был такой замечательный геометр Игорь Фёдорович Шарик. В честь него даже уже много лет, он, к сожалению, умер на то время, но после его смерти стали проводить геометрическую олимпиаду имени Шарикова. Много-много лет проходил. Книжку по геометрии он начал с такой задачи, которая, честное слово, даже еще легче делать. Он начал с такой задачи. Взято окружность, и в ней проведены две параллельные корны. Докажите, что вот эти вот круги равны. Это та же легче. Давайте это тоже заодно сделаем. Итак, вторая книжка Шаренина. Приводится такая, кстати, очень хорошая. Книжка называется «В культуративной грузко-математике. Решение задач. Девятый класс». И второй том этой книжки «В культуративной грузко-математике. Десятый класс». Не надо бояться того, что написано «Девятый класс». На самом деле задачи там очень простые. Представьте себе, как он у тебя пункт. Там первый год не учился, второй год не учился. Ему осталось до экзаменов несколько месяцев. Он прибегает. «Вот, пожалуйста, готов заплатить большие-большие мамин и папин деньги. Делайте, чтобы я хорошо сдал экзамен». К сожалению, типичная ситуация. Но если честно, прийти просто в последние годы школы, я всегда отвечаю, что расплата должна быть. И давайте все-таки без препятствий поводить и свою работу получить для этой болезни. На самом деле учиться надо, конечно, не в последнем месяце до экзамена. А с другой стороны, если человек все-таки не в последние месяцы до экзамена, а действительно хочет подготовиться к экзамену. Скажем, в вашем возрасте, это разумно становится вопросом. Как можно так подготовиться, чтобы там, когда придет время сдавать экзамены, ну пусть не на 5, хотя будет 4, 5, ну понятно, там бывают разные случайности, а уж 4-ка-то уж всегда, да? Вот. Это вполне разумно наоборот. Так вот, Шарин написал книжку в тарелку, в том, там. Второй том, я укусался с Голубевым, первый том, написан в Иконате, в Кочтафе, вот, где именно не оригинальные задачи, а какие именно школьные тематики, да? Там по геометрии есть список задач, порядка 500 штук. Там, в первом томе, примерно 250 по геометрии, и во втором томе, там, круг планиметрии, еще задачи, и эстереометрии. Так, всего порядка 500. Так вот, повторяю, что его планиметрическая подборка начинается вот на такую задачу. Окружность пересечена двумя параллельными прямыми. Докажите, что хорды равны. Ну и вот, эта задача тоже недалеко убежала. Докажите, что хорда перпендикулярна линии центра. В круге, в каждом хорда обязательно перпендикулярна. Хорда обязательно перпендикулярна. Перпендикулярна радиус. Какого радиуса? Противного. Не понимаю. Что-то непонятно, непонятно. Вспомните, что вы только что решали. Докажите, что хорда, то радиус, есть, выставляющийся из центра, убирающийся в процессор хорда, в середину. В середину хорда, где-то на две части, то есть, вреди, где-то на две части. Отлично. Теперь вы видите, что происходит. Вот замекает на задачу, которую мы сегодня решали. Если соединить центр окружности с серединой любой хорды, давайте отдельно нарисую картинку. Если взять совершенно любую окружность, или ее хорду, взять середину, соединить с центром окружности, то есть, здесь будет перпендикулярно. Помните такую задачу или нет? Да. Помню. А теперь смотрим сюда. Мы же могли взять середину, и тогда эта самая середина может быть соединена из точки О1 и строчки О2. И там каждый раз будет 90 градусов. А что это реально означает? Смотрите, у вас здесь 90 градусов, и у вас есть другая окружность, та же самая хорда, и здесь у вас 90 градусов. А вот этот отрезок, это тот самый отрезок. Что происходит, когда не стыкуются? У вас здесь возникает прямая. Правильно я так сказать? Да. Все? Все правильно? Еще раз повторяю решение. Кстати, это прием в более сложных задачах тоже очень часто срабатывает. Услышьте, пожалуйста, логику рассуждения. Для того, чтобы решить задачу, мы не смотрим на наш чертеж, а говорим такую вещь. У отрезка СД есть середина. Ну как угол отрезка? Берем эту самую середину. По предыдущей задаче будет 90 градусов, 90 градусов, и тут будет 90 градусов, 90 градусов. Но если угла здесь 90 и здесь плюс, то одна прямая. Соответственно, середина лежит не там, где я нарисовал, а на самом деле она лежит на прямой у 1. Так, хорошо. С этим разобрались. А там, с двумя параллельными кордами. Почему, когда у вас есть 2 параллельные корды, то обязательно соответствующие дуги будут равны? Давайте вам один вопрос скажу. Сейчас мой сын подписался на курс лекции Светланы Анатольевны Булак о происхождении языка. И, в частности, она там рассказала такую историю из наблюдений за шимпанцем. Значит, представьте себе, ученые экспериментируют шимпанцем. В частности, так. В какой-то момент молодой, еще не самый сильный, совсем не самый сильный, вставил самец, выходит из своей клетки, выходит, выходит, и вдруг видит совершенно роскошная еда лежит. Ну, там, бананы, я бы, чтобы совсем вкусное, с его точки зрения, великолепное. Он подпрыгивает от радости и, как положено, любому шимпанзе при виде вкусной еды издает радостный именно вопль. Ура! Еда! Вкусно! Или как там у них? Замечательно. Вот, орет. На этот вопль, разумеется, из клетки выбегают все остальные и дальше, ребята, по законам этой самой медьянии стаи спокойно его отодвигают и самые сильные мгновенно все берут себе, все следают, и он вдруг обнаруживает, что ему вообще ничего не досталось. Пока все понятно? Замечательно. На следующий день тот же самый эксперимент повторяет. он выходит ровно так же, все подстроено так, что все было один к одному, как вчера. Он выходит, видит ту же самую вкуснотищу, подпрыгивает. Начинает издавать этот самый радостный вопль и тут экспериментаторы видят, как он, что называется, душит собственную песню. Его бедненького аж скрутило. Он старается отвернуться от этой самой еды, сажать сам себе рот, заставит себя не говорить. Звуки, что называется, рвутся из него. Он знает, что как шинпанзе, он обязан сейчас всем заорать, что здесь вкусная еда. Но он понимает, что вчера он уже орал, и ему вообще ничего не досталось. И вот, он сам себе закрывает рот. Происходит довольно длительная борьба. В какой-то момент он все-таки себя осиливает, добивается, чтобы звуки из него больше не сходили. тихонечко поворачивается к еде, берет эти самые вкуснятины, съедает радостный, довольный, счастливый, что сумел. Вот. Это о чем? О том, что у шинпанзе в прямом смысле слова языка, вот как у нас с вами, на самом деле, еще нет. У них очень многое происходит на умные эмоции. То есть, мы очень часто общаемся, так сказать, короткими сообщениями, скажем, я говорю слово круг, да, или там форта, диаметр, и при этом оно эмоционально совершенно не окрашено, да. Когда я говорю круг, вы не чувствуете, что вы, я там, на стену были с от радости. Да, просто круг, круг, или там диаметр, ну и диаметр. Вот. А у них не так, у них все должно быть эмоционально окрашено, и они во многом общаются эмоциями, а не сообщениями. Вот это очень трудный переход только от эмоций к каким-то фактам, сообщениям, каких-то понятий. Сразу и очевидно, что надо сделать для решения задачи. о каком перпендикуляре вы говорите? Вот есть центры окружности, вот есть какие-то точки А, В, С, Д. О каком перпендикуляре что речь? Относиться надо бы между и целью ну и нежно. Надо было просто взять середину отрезка А, В, и что сделать? Серединить. Вы помните эту задачу? И что у нас будет? Как называется эта прямая для А, В? Перпендикуляр. Отлично. Но если у вас есть две параллельные прямые А, В и Ц, Д, и перпендикуляр и прямой А, В, то там будет что? Там будет то же самое. Вот это важный факт. Если у вас есть много параллельных прямых, и какой из них рисуете перпендикуляр, то он что будет? По нау 아파т, 7. То он будет на самом деле перпендикуляр ко всем. Отлично. Значит, у вас перпендикуляр и отрезок С, Д. Но что значит, что перпендикуляр и отрезок С, Д? Это значит, что здесь будет середина. Правильно? И здесь мы рисовали через середину. Отлично. А теперь, господа, каким свойством обладают вот эти фигуры? Та, что слева, и та, что справа. Они симметричны, конечно. Как называется вот эта прямая для трапеции АВСД? Как? Ось симметрии, совершенно верно. При этой симметрии дуга переходит вот в эту дуну. Так, отлично. Ну, разумеется, это можно было и при помощи признаков трекольников сделать, но мне кажется, намного понятнее сказать, что просто у этой картинки есть такая астральная симметрия.